Слава Богу! Откровенно, я честно, я молился, я размышлял, и хочется, чтобы какое-то слово было такое живое и ободряющее в это время. Знаете, я человек духовный, и Бог мне временами даёт духовные переживания, и это то, что я чувствую, что в сегодняшнее время витает страх. Витает просто страх из-за того, что происходит сегодня в стране, эти события, которые для многих они не ободрение, и естественная такая реакция, что некоторые даже испугались, перестали в церковь ходить. Я написал одного, пригласил на служение, говорю, у нас будет в субботу пастырь с Крыма. У меня такой ответ, это очень опасно. Всё, я понял. Надо, ну, с Крыма, да? Не, у нас просто в прошлое воскресенье, вернее, в прошлую субботу у нас был пастырь с Крыма. И я приглашал всех, я приветствовал, слава Богу. Раз вас с Крымом, мы любим крымчан, слава Господу. И я просто пригласил, я думаю, ну, порадуются люди, и мне ответ, это очень опасно. Я так и не понял, почему опасно, но человека этого на служении не было. Наверное, из-за того, что кто-то был с Крыма, это было опасно. И тему я эту назвал «Победа над страхом». Вот, знаете, сегодня мы сделаем с вами такой экскурс, как никогда. Почему? Потому что сегодня я хочу разобрать одну историю и посмотреть на некоторые вещи, на некоторые детали. Почему? Потому что в этих деталях, в деталях сокрыто для нас благословение. Вот, очень большое благословение. Мне всегда, знаете, вот я с детства занимался восточными единоборствами долгое время. И вот те, кто занимается какими-то единоборствами, это люди, которым приходится бороть страх, в своей жизни страх. Почему? Потому что всегда есть какой-то вызов, связан вызов с видом спорта. И вот часто приходилось переживать какую-то тревогу, какой-то страх. Почему? Потому что у меня всегда попадались противники и соперники. Почему-то или старше меня, или сильнее, или опытней. И меня ставили так. И вот мне всю жизнь приходилось стянуться. Почему-то мне так не получалось, чтобы кто-то попал в мою жизнь слабее меня. И я чувствовал себя на голову выше. Вот почему-то всегда какие-то или титулированные, или это, и приходилось сражаться. И ты испытывал этот страх. И я всегда искал какой-то способ. Вот я думаю, как победить страх? Вот как победить? Как его одолеть, этот страх? Я пришёл к тому, что все люди боятся. И моё такое золотое правило — бойся, но делай то, что ты должен делать. Я понял, что вот нереально какую-то такую таблетку получить. Потому что я никогда не любил пить. Потому что некоторые пили для того, чтобы там притупить это чувство страха, и чувствовать себя каким-то героем. Я за всю свою жизнь до Христа, во Христе, я уже не пил. А до Христа я выпил там, у меня пальцев хватит на руке, сколько я выпил и чувствовал себя пьяный. И то, может, даже две руки будет много. Что моя жизнь была трезвая. И вот я всегда искал. И когда ты начинаешь изучать Слово, ты начинаешь изучать Слово, Бог тоже уделяет внимание страху. И вот Бог тоже по-своему трудится над людьми, которые испытывают в своей жизни страх. Потому что страх, пока мы живы, пока мы на этой земле, мы всегда будем испытывать. Поэтому, когда мы чего-то боимся, или что-то нас страшит, послушайте, это не проблема с нами. Это дурак только ничего не боится, простите меня. И ничего не страшится. Все люди переживают этот страх. Но вопрос в том, каким образом мы поступаем и мы действуем. Мы поступаем и как мы действуем в своей жизни. Когда в нашу жизнь приходит как страх, потому что страх – это всегда для нас как вызов. Я помню с одной сестрой, я же не помню с кем, я разговаривал. Я говорю, ну как вам? Она что-то делала или проповедовала, или что-то. Ой, так боялась, так боялась. Я говорю, вы знаете, я всегда боюсь. Я всегда боюсь. Она, как? Вы так спокойно это делаете. Я вам просто об этом не говорю. Почему? Потому что мое золотое правило – я должен делать то, что я должен делать. Я то, что я должен делать. Поэтому я делаю этот шаг. И я знаю, что когда я делаю этот шаг навстречу к Богу, если Бог меня к чему-то ведет или побуждает, если я делаю этот шаг, за этим всегда там меня ждет Божья помощь, там меня ждет Божья благодать. И вот одна история, она в Ветхом Завете, и мы временами приходили к этой истории, соприкасались с этой историей. Это книга судей. Я сейчас скажу, какая глава. «Книга судей». Точно, точно, потому что... Книга судей, книга судей. У кого есть книга судей? У кого-то есть? Дарина, у тебя есть? Слава Богу. Шестая глава. Шестая глава. И кто откроет эту главу, вы сразу увидите, о ком сегодня пойдет речь. Тема эта называется «Победа над страхом». Бог приводит к победе над страхом. Наверное, перед тем, как мы коснемся этой истории, откроем с вами книгу Откровений, 11 глава. С 32 стиха. 11 глава. Кто скажет, как эта глава, она называется? 11 глава евреям. Кто у меня? Евреям, евреям, 11 глава. Как она называется? Герои веры, да? И вот как раз о том, о ком мы сегодня будем говорить, исследовать его жизнь в какой-то момент, этот человек тоже попал. Но как-то апостол Павел так скользко написал. Я всегда возмущался, когда я до 32 стиха дочитаю, я всегда возмущался почему-то, что мне хотелось. И что еще сказать? Не доистает мне времени. Сейчас я могу сказать. Наверное, где-то писал в арендованном помещении. Потому что я так думаю, ну как это так? Писать, писать и не написать. Чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, и о Иофее, о Давиде, о Самуиле и других пророках. Не хватило времени. Но сегодня это ободрение, что тот, о ком мы будем сегодня говорить, он попал, его называют мужем веры. Просто у апостола Павла не хватило времени. На небо попадем, слава Богу, ободритесь. Ободритесь тем, что можно будет с апостолом Павлом потом встретиться, и он расскажет. Ну, расскажи о Самуиле. Что там у тебя не получилось сказать и написать? У тебя какое-то ограничение во времени было. Но, слава Богу, Дух Святой есть, поэтому мы идем с вами в шестую книгу Судей. И давайте мы прочитаем, начнем читать с первого стиха. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы увидели картину, и потом мы вернемся к некоторым событиям, вот некоторые моменты, о которых здесь написано. Пожалуйста, Дарина. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на семь лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелье в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим, и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа. Стоп. Вот здесь очень важно, когда мы читаем эту историю, очень важно увидеть атмосферу, которая присутствовала тогда в Израиле. Сегодня, может, эта атмосфера, она уже немножко близка к нам. То есть мы уже можем прочувствовать, что чувствовали израильтя и евреи в тот момент, когда пришел агрессор в их страну. Это не радость, это не веселье. А что это? Что это? Страх. Страх. Каждый из них, он переживал страх. Почему? Потому что у него нет будущего. Написано, Бог предал. Была это причина, почему Бог допустил то, что другое государство пришло к Израилю. Почему? Потому что Израиль уклонился от Бога. Они начали грешить. Они начали ходить своими путями. Они начали ходить своими путями. Бог, мы понимаем, мы верим в то, что ты есть, и этим ты удовлетворись. И Бог говорит, я? Нет. Будет так, как я хочу. И он сказал, 7 лет, теперь будете в рабстве. Будете находиться в рабстве. Вы живете на земле, но к вам приходит агрессор, и то, что он делает, он все выметает. Он все выметает. Естественно, одна атмосфера, которая присутствует в каждом доме, в каждом сердце. Атмосфера страха. Атмосфера страха. И вот важно увидеть, прочувствовать это, и увидеть метод, каким Бог начинает действовать. Каким образом Бог начинает поступать. Каким образом Бог начинает освобождать от страха. Почему? Потому что временами мы, как христиане, можем придумывать себе какие-то пути, как Бог нас будет освобождать от страха, как Он будет изменять наши обстоятельства. А Бог, Он действует по-разному. Даже сегодня мы разбираем и смотрим на эту историю. Я хочу сказать, что это не панацея, а это один из способов, каким образом Бог проводил Гидеона по жизни для того, чтобы в его жизни, чтобы он в своей жизни победил этот страх. Читаем дальше. Атмосферу мы увидели. И весьма обнищал Израиль от Мадеонитян, и возопили сына Израилевы Господу. Когда возопили сына Израилевы Господу на Мадеонитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. Увидьте, какая милость и благость Бога. Милость и благость Бога. Что кто-то может скажет, о нет, Бог так жестоко, он не должен, Бог так поступать. И некоторые пытаются Богу указать, как Бог будет поступать. Нет, послушайте, Бог будет поступать так, как Он считает. Нет, должен поступать Он. Это то, что мы должны усвоить в своей жизни. То, почему мы и собираемся в церкви, мы приходим на служение, для того, чтобы познать Его волю, для того, чтобы нам смириться под Его крепкую руку, для того, чтобы нам ходить Его путями, для того, чтобы у нас не был в нашей жизни страх, страх в нашей жизни, чтобы не был страх от опустошителя, чтобы в нашу жизнь не приходил страх от проклятия. Пусть лучше разный другой вызов в нашу жизнь приходит с нашим призванием, с нашим успехом, страхом за наше будущее, в том, чтобы сохраниться в тех путях, на которых мы ходим. Пусть этот страх, но чтобы не был страх, который приходит опустошителя, как проклятие, проклятие. Бог милостив. Они начали вопиять к Нему, они начали кричать к Нему, потому что написано вопиять. Такое слово, оно такое жирное, такое наполненное, Оно такое колоритное. Оно передает это. Не, не, аааа. Не, аааа. Пи-пи-пи, давайте помолимся. Или давайте помолимся. Давайте где-то в глубине. Нет, послушайте, это написано вопять. Уже насколько все достало, что уже все, уже аааа, господи. Уже крик. Потому что содержательно, колоритно. Вот передал, вопиять. Уже начали вопиять. И Бог посылает пророка для того, чтобы вразумить. Показывают им от самого начала и показывают, я вас вывел. Я вас освободил. Та-та-та-та-та. Бог являет свою милость. Он не отказывается. Знаете, как плохой отец может сказать, если что-то сын сделал, и у него что-то там. Я ж тебе говорил. Так тебе не надо. И вообще Библия говорит, что посеешь, что и пожнешь. Нет. Бог, Он милостивый. И Он являет свою милость. Давай читаем дальше. И сказал вам, Я Господь Бог ваш. Не чтите богов аморейских. В земле которой... Не чтите богов аморейских. У нас, я знаю, что некоторые уже дружат с разными Библиями, с разными переводами. Какое стоит здесь понимание? Анжелка, не чтите. Что написано у тебя? Точно так же написано. Хорошо. Давайте тогда не будем ломать голову. Пусть будет так. Не чтите. Потому что ближе к оригиналу написано. Не бойтесь. Не бойтесь. Читаем дальше. Не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете. Но вы не послушали глаза моего. И пришел ангел Господень. И сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколащивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от Мадеонитян. Стоп, стоп, стоп. Первую часть мы с вами рассмотрели атмосфера Израиля. Вторую мы рассмотрели с вами милость Бога. И третью, третья часть, мы с вами сейчас посмотрим на атмосферу, которую имел Гедеон в своем сердце. Пришел ангел. Гедеон, то, что он делает, он выбивает пшеницу. И вот очень важно увидеть, каким образом он выбивает. Где он выбивает пшеницу? В Тачиле. Есть Тачиле, есть Гумно. Гумно — это на открытом месте. А Тачиле — это закрытое. Он стоит на карачках, за стеной. Почему? Не потому, что какая-то причина у него. А по одной только причине написано. Он боится, чтобы никто не видел. Втихаря. Чтоб никто не забрал втихую зло от страха. Сидит, спрятался и выбивает там эту пшеницу, для того, чтобы она осталась его. То, что его поставило на колено, то, что его заставило прятаться — это тот страх, который в нем пребывает. И здесь приходит кто? Ангел. Вот очень важно, очень важно, очень важно увидеть атмосферу его. Почему? Потому что мы точно так же часто имеем эту атмосферу внутри себя. Атмосферу страха, атмосферу боязни. И вот каждый может себя поставить на место Гедеона. Есть вещи, которые мы делаем тайно, потому что мы боимся, чтобы никто не видел. Даже хорошие вещи. Бывают такие моменты? Вы думаете, странно, когда я что-то делал, чтобы никто не видел. Я все делаю явно. Вы так уверены? На сегодня не эта тема. Итак, приходит ангел и через заборчик заглядывает. Михаил, иди сюда, будешь Гедеоном. Вот там, вот там точило, ты там, чтобы тебя все видели. А тут стена, тут окружено, чтобы никто не видит. И ты так там, там, спряться, спряться, спряться. Ты спряться и ты выбивай пшеницу, выбивай. Ты куда хочешь, но спряться. Вот я вижу одна такая голова. Ты выбиваешь? Выбивай, выбивай от пшеницы. Почему он спрятался? Кто знает, почему он спрятался? Боится. Боится. И тут приходит ангел. Это мы знаем, что это ангел. Приходит какой-то мужик, и что он говорит? Мужик, мужик. Господь с тобой, муж сильный. Опа! Слово от Бога пришло. Господь с тобой. Это надо представить. Это надо представить. Это надо просто увидеть. Железо же вернулся. Я думаю, можно будет потом уже привлекать его на роли такие. Мишка тоже хорошо справляется. Его слова. Кто? Я? Знаете, почему Бог обращается таким образом? Бог называет несуществующее существующим. Это его принцип. Бог не разбирается со страхом Гидеона. Послушайте. Он не разбирается со страхом Гидеона. Временами я даже сам смотрю на свою жизнь. Такое впечатление. У меня даже какое-то такое непонятно. Я переживаю. Я волнуюсь. А Бог приходит и мне говорит такое впечатление. Вроде он не смотрит на то, что я переживаю. И то, о чем я молюсь. Он как будто бы игнорирует. Это способ, Божий способ. Божий способ. Бог, то, что Он начинает делать, Он начинает вести. Первое. Он начинает называть несуществующее существующее. Вот почему в Божьих глазах мы всегда мужи и жены. Какие? Сильные. Сильные. Все. Бог призвал, и каждый, кем Он является, Он становится сильным. Бог, следующий шаг, то, что Он начинает делать, Он начинает вести дальше Гедеона. Давай, пожалуйста. Господь, воздрев на него, сказал, иди с эту силу Твоею и спаси Израиля от руки мадьянитян. Я посылаю Тебя. Гедеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Монасином, самое бедное, и я в доме отца младше. Стоп. Знаете, что в нем говорит это? Его страх. Он не в состоянии принять то, что Бог ему говорит. В нем продолжает дальше говорить его страх. И вот очень важно увидеть, что Бог делает. Каким образом Он разбирается со страхом. То, что Он делает, я тороплюсь. Он продолжает дальше игнорировать и продолжает дальше Гедеона погружать в тот страх, которого Он боится. Гедеон сказал ему, сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мадьянитян, как одного человека. Гедеон сказал ему, если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе, и не принесу дара моего, и не предложу тебе. Он сказал, я останусь до возвращения твоего. Гедеон пошел и приготовил козленка, и опресноков изъев и муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок, и принес к нему под дуб, и предложил. И сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень. Оп, стоп. Вот здесь вот как раз та мелочь, на которую необходимо обратить внимание. То, каким образом Бог приводит нас к победе в нашем страхе, Он приводит нас к камню, на который мы должны положить жертву. Кто такой, я скажу, кто такой этот камень? Это Иисус. Вот почему, когда пророк говорит, не чтите богов Аморейских, в оригинале говорит, не бойтесь богов Аморейских. То, чего вы боитесь, тому вы начинаете поклоняться. Вот почему Бог, первое, то, что Он приходит, Он обращается к Гедеону, как к мужу сильному. И то, следующее, то, к чему Он его ведет, Он ведет его к жертве. То есть, каждый из нас в своей жизни, Он должен найти для себя Иисуса, как основу в своей жизни в борьбе со страхом. Проще говоря, наша жизнь, она должна быть принесена Богу в жертву. Иисусу в жертву. Иисусу в жертву. Это следующий шаг, который Бог ожидает от каждого из нас. Проще говорю. Иисус должен стать источником нашей силы. Вот почему сегодня мир, Он ищет для себя разные источники силы в том, чтобы преодолеть страх. Кто-то пьет, кто-то курит, кто-то еще что-то делает. Кто-то для себя, если этот страх приходит как источник от финансов, от кризиса. Кто-то начинает запасаться, жадничать, жлобиться. Вот начинает все вот, а вдруг завтра война, а вдруг еще что-то, а вдруг еще что-то. Почему? Потому что страх человека делает, он его парализует. И вот как раз то, что освобождает нас от страха, это когда мы свою жизнь, как Гидеон, он принес эту жертву. Принес эту жертву. И ангел ему сказал, ты должен эту жертву принести на камни. Это то, что помогает нам. Я говорю, это один из шагов, который приводит нас к тому, чтобы мы победили в своей жизни страх. Пусть подвинутся, вы присядьте. «Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и апреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и апресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господень». До этого он видел просто мужика хорошего. Послушайте, жизнь наша начинает изменяться, трансформироваться духовно, когда Иисус становится для нас тем, кому мы приносим себя в жертву. Вот тогда что-то начинает для нас открываться, мы начинаем понимать, ты начинаешь приходить в свободу, ты начинаешь приходить в свободу. И это не конец, это не конец, читай дальше. «И увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал Гидеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». То есть еще страху добавил, и так боялся, а тут еще боязни добавилось. Бог его успокаивает, ангел его успокаивает. Не бойся, не бойся. Почему, потому что есть еще? Читай дальше. «И устроил там Гидеон жертвенник Господу, и назвал его Егова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. И в ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего, и другого тельца семилетнего». Оп, оп! Внимание, мелочь, но очень важная. Возьмите тельца одного и возьмите тельца второго. Почему два? Очень важная, очень важная вещь. Вот здесь сокрыто одно благословение, очень важное, очень, очень важное. Я буду говорить очень простым языком, и приведу один пример со своей жизни. Это то, каким образом Бог меня проводил. Одна жертва и вторая жертва. Вторая жертва — семилетний телец, чистый, проверенный, хороший. Второй телец — это символ будущего. Почему? Второй телец — это тот, кто должен продолжать род. наследие его животных. И ты никогда не победишь свой страх, если ты не принесешь второго тельца в жертву Богу. Что себе значит? Пока ты не принесешь свое будущее в жертву Богу. Ты будешь находиться в этом страхе. Будешь находиться в этом страхе. Ты будешь бояться. Ты будешь трусить Иисуса. Иисус! Потому что первая жертва на этом камне. Он для тебя уже открылся, как Бог. Ты будешь его трусить, но ты не в состоянии войти в покой, пока ты не принесешь второго анца, пока ты не доверишь ему свое будущее. Бог меня проводил в моей жизни тоже такой путь. Он не уводил меня от страха. Он вставил меня перед страхом, и Он вел меня тем путем, которым Он хотел провести, для того, чтобы я это победил, и для того, чтобы в моей жизни тоже был принесен и второй, и первый, и второй агнец — будущее. Это моя одна из поездок в Афганистан. Миссионерских в Азию мы с товарищем поехали, и для меня это было новое. Но я знал, что Бог сказал «иди», потому что дверь я открыл, и когда я там оказался в Афганистане, первое, то, с чем я столкнулся, я столкнулся с страхом, который я никогда в своей жизни не переживал, я не ощущал. Там туда не иди, там вот взорвалось три человека. То не это, ой, 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 ой-ой-ой, жена дома молодая, ой-ой-ой, ремонт только начали делать, ой-ой-ой, что же я тут делаю, Господи, что ты не мог не допустить? И ты в страхе, поселили в гостиницу, поставили, вот твоя кровать, а твоя кровать прямо ночью тебя положили, ты лег на кровати, просыпайся, глаза открываю, гостиница, мои окна, прямо на улицу, и все бородачи идут на молитву, на меня смотрят. «Доброе утро!» И тебе сразу до кому-то, наверное, у кого-то там граната под халатом, и сейчас гранату доброму шурави тебе кинет, и все. И ты в этом страхе, это для тебя это мучение, все для тебя это мучение. И ты становишься перед Богом, «Господи!» И Бог говорит, «Послушай, ты должен понять, что твое будущее, оно во мне». Вот почему ангел требовал принести в жертву. Пока ты себя в жертву не принесешь, это как путь, свое будущее, свое будущее. Почему? Потому что мы боимся нисколько своего прошлого, настоящего, мы боимся за свое будущее, «А что со мной будет?» «А как будет?» Мы боимся этого. Вот почему второй же, второй хороший, а наше будущее, оно, ой-ой-ой, у кого плохое будущее, а? Ну скажите, у кого плохое будущее? Мы же боимся за то, что у нас хорошее будущее. Мы переживаем, а как оно будет, а как оно будет? И этот страх за свое будущее, он нас уродует. Даже находясь в Доме Божьем, он нас начинает уродовать. Уродовать. Мы становимся скупердяями, мы становимся жадными, мы перестаем быть жертвенными, мы перестаем быть посвященными, потому что этот страх. Мы становимся скованными, потому что мы боимся за свое будущее. А если я выйду, и я засвидетельствую в церкви о том, что Бог сделал в моей жизни, они будут все на меня смотреть, а потом будут тыкать на меня пальцами. Знаешь почему? Потому что ты боишься за свое будущее. Ты его еще не принес, этого будущего. Поэтому ты и боишься что-то сделать, потому что ты боишься. Ты же знаешь, что у тебя такое хорошее будущее, и вдруг его кто-то осквернит. А Бог говорит, ты его должен принести в жертву. Принеси его в жертву. Следующий шаг. А это еще не конец. Это еще не конец. Одно дело, я себя тебе посвящаю, Бог хорошо, я принимаю твое будущее. А потом ты наутро просыпаешься, и ты чувствуешь, что это будущее, этот теленочек ожил и вернулся к тебе назад. Я не хочу. И ты его туда не уйди, я тебе сказал, иди туда, я тебе сказал. И все-таки ты его принес в это будущее. Все, ты уже понял, что жизни без Христа нету, что твоя жизнь, она сокрыта в нем. И все, что не будет происходить с твоими всеми глупостями, или с твоими правильными какими-то поступками, Бог все равно все утрясет, Бог все равно все управит, все будет хорошо. Короче, принесли второго теленка. Поехали дальше. И разрусь жертвенник вала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу, Богу твоему. Вот здесь, казалось бы, ты уже свое будущее принес, уже все хорошо, и Бог не отступает. То есть, казалось бы, должен быть какой-то другой маневр. И Бог ему говорит, ну что, принес уже все, чувствую, ты уже полностью, иди теперь разрусь жертвенник вала. Ну, казалось бы, мы уже сегодня сидим, ну что, да-то что, какие проблемы уже. Это послушайте, это равносильно сегодня выйти на Майдан, завтра выйти на Майдан, и сказать, Янукович наш президент. Еще три раза. Или на Красной площади Путин. Уже насколько у вас, вот так вот. Уже как вы будете чувствовать. Или сказать, ФСБ, там работают только, о, все. Вот равносильно. Вот точно так же. Вот точно так же, и Бог ему говорит, иди разрушь этот жертвенник. Ваала. Бог его не уводит. И вы думаете, у Гедеона пропал страх? Читай дальше. Вот почему. Это проповедь для боязливых. Послушайте, если вы не научитесь делать то, что Бог ожидает от вас делать, вы будете стоять на этих этапах своей жизни. Вы не продвинетесь дальше не на шаг. Вы будете там стоять. Вы будете стоять возле первого жертвенника. Вы будете стоять возле второго жертвенника. Вы будете стоять возле того места, там, где вы должны себя проявить. Потому что одно дело, Бог его вдохновлял. Я вчера говорил, вы думаете, что Бог только желает говорить свое слово? Нет, послушайте. Бог ожидает от нас тоже действий. Бог ожидает. Это то, что мы тоже должны начинать действовать. А ты скажешь, а я боюсь. Он говорит, а я боюсь. Я не пойду днем, я пойду ночью. Под покровом ночи. Да, читай дальше. И поставь жертвенник Господу Богу Твоему на вершине скалы сей в порядке и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот, жертвенник валов разрушен, и дерево при нем срублено. И второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали. И в этот момент, я прошу вас, и в этот момент вы думаете, все, Гедеон перестал бояться. То есть, вот послушайте, вот очень важно понять работу Бога. Многие пытаются убежать. Вы думаете, у Гедеона не было желания убежать? Вы думаете, он какой-то особый, да? Ну, он особый, он боялся точно так, как и вы. У Гедеона точно такой уж выбор был, убежать. И это то, что сегодня многие делают от того вызова, который приходит в их жизнь, то, что они пытаются сделать. Они пытаются убежать. Не делать. Уже хоть ночью пойди, но делай. Уже если Бог побуждает сказать, Иисус Господь, тогда уже выйди ночью, на трещину, или открой окно ночью и скажет, Иисус Господь! И закрывай быстро. Уже хоть так, но сделай. А на утро уже потом выйдут и скажут, кто тут кричал, сектант? И ты почувствуешь бодрость такую. Читаем дальше. Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу, выведи сына твоего. Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Вала и срубил дерево, которое было при нем. Иас сказал всем, приступившим к нему, вам ли вступаться за Вала, вам ли защищать его, кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник и стал звать его с того дня Иеравалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Между тем, все мадионитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Израильской. И Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Монасину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов Кассиру, Завулону и Нефалиму. И сии пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу, если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. О чем это говорит в нем? Я расстелю. Если ты мне сказал, я сейчас расстелю. Подтвердил Бог? Что Бог подтвердил? В нем говорит его страх, его боязнь. Уже продудел, а потом думал, что я дудел? Уже продудел, уже туда послал, там послал, под помазанием все сделал, а потом наутро проснулся. Что я наделал? Почему? Потому что опять, Господи, если ты сказал, то вы просто увидите себя. Вы просто увидите себя. И пусть нам станет стыдно. Дальше читаем. То вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть, и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гидеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью, пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал. В ту ночь только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Вот молодец. Слава Господу. Боязнь. Но то, что Бог делает, Бог все равно дальше продолжает вести. Вести, и мало того, то, что Он делает, Он начинает приносить новый импульс страха. Он не останавливает. Мы временами думаем, мы получим сейчас какое-то обетование, и все, мы будем как зомби. Господь сказал, и мы пошли. «Ничего не боюсь?» Нет. Ты будешь бояться. Будешь страшиться. Почему? Потому что Бог всегда будет приводить нас перед чем-то большим, не перед известным. И у нас всегда будет где-то там переживание. А вдруг? А вдруг? Господи, пусть будет мокрое, а потом будет сухое. Все. Все. Я теперь все. Я теперь уверен. Все. Господь, все. Обетование. Все. Ты дал мне уже подтверждение. Я уже все знаю. Все. Я теперь смел, как лев. И дальше собралась толпа вместе с ним. Приличная толпа. Приличная толпа. Сколько там было этих? Мадибитян. 120 тысяч, по-моему, да? По-моему. А? Много было. Очень много было. И тут Бог начинает армию Гидеона готовить. Это что, он его поставил командиром? И вы представьте, 300 человек на 100 за гаком. 300 человек. Он просеял. Я уже тороплюсь. Он уже просеял. И в этот момент как ты себя будешь чувствовать? Выйти. Ты выходишь, как военачальник. Посмотрел, у тебя 300, а там 200 тысяч стоит. отборный головорезов, лохматый. И у тебя 300. Смелый. Смелый. Ты скажешь, ну это же Гидеон. Поставь себя на месте Гидеона. И ты поймешь, что Гидеон. И Бог не останавливается. Бог ведет его дальше. Говорит, иди встан к врагу. Я сам. Не, говорит, возьми еще там какого-то нуфа и пуфа. Короче, снарежу. Я так, потому что пусть не обидятся потом, если встреча их на небе. И ты представь, поддержка такая. И ты представь, они ночью ползут. Герой ухо вставляет и там сон приснился. Урок. Бог никогда нас не уводит от страха. Никогда. Почему? Потому что Бог желает, чтобы мы победили этот страх и в этом прославится наш Господь Бог. Вот и все. Первый урок. Найди камень, как Иисус. Он должен стать для тебя источником. Второе. Принеси эти две жертвы. Принеси свое будущее. Принеси свое будущее. Третье. Будь послушен Богу. Четвертое. Иди до конца. Иди до конца, невзирая ни на что, пока ты не увидишь победу, которую Бог имеет для тебя. Чтоб сегодня не являлось источником этого страха, послушай, найди Иисуса. Как ученики в лодке. Когда шторм поднялся, Иисус мирно спал, только они начали трясти. Иисус, давай просыпайся! Вот это первый этап. Второй. Принеси свое будущее. Принеси свое будущее в жертву Богу. Пойми, что твоя жизнь, она сокрыта в нем. Все. Все, что не произойдет, все, что не случится. послушай, моя жизнь в нем. Моя жизнь сокрыта в нем. Мое будущее, оно в Господе. Если вы родились, слышу, Библия говорит, о горнем помышляй. Все. Моя жизнь, она сокрыта в нем. Все. 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 Все, что со мной не произойдет, моя жизнь, она сокрыта в нем. И мой Бог, он за меня. И потом делай уже следующий шаг. Не думай, что Бог обведет тебя. Нет, Бог будет вести и будет дальше толкать. Для чего? Для того, чтобы ты одержал эту победу. Ты одержал эту победу. Поэтому сколько сегодня людей, которые остановились на каком-то этапе в своей жизни, они найдут какое-то оправдание, для себя какое-то утешение, но они перестали идти за Богом. А Бог говорит, ты должен идти дальше, потому что есть победа. Да, будущее. Потому что когда ты сокрываешь свою жизнь в Боге, послушай, и 300 человек пойдут на тысячи и одержат победу. Почему? Потому что война Бога это не наша война, это Божья война. там есть мудрость и там есть все то, что нам необходимо. Поэтому послушайте, в это время не страшитесь того, чего вы страшитесь. Послушайте, найдите то, что поможет вам одолеть победу над этим, над этими страхами, которые приходят. Какой бы вызов бы ни приходил, послушай, сокройся в Боге, сокройся в Боге и делай дальше шаги, иди дальше то, к чему Бог ведет. Открывай служение, начинай служить. Открывай то, начинай делать. Начинай что-то делать. Начинай жертвовать, начинай говорить, ну, делай, 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 одержи эту победу. Одержи эту победу. Поэтому и сегодня слышится, приходит какой-то страх, послушай, укройся в Боге, мое будущее во Христе. Что у нас, я с сестрой одной сказал, пророчества раздали, говорю, не надо раздавать, не надо раздавать эти пророчества, что там разные пророчества, сейчас момент такой, что чего-то ищут, чего-то такого сверхъестественного, каких-то таких глубоких откровений, послушайте, пусть Бог вам открывает в это время, не какие-то пророки, пророки заведут, что потом оттуда не выйдете. Это с епископом Глуховским, который у нас был, это тут пожилой служитель такой, он рассказывает, говорит, некоторые у людей обостряются такое вот знание чего-то сверхъестественного в кризисные моменты. И он говорит, в каких-то 60-х или 50-х годах церкви Донецкой области попали в проблему, из-за чего? Из-за пророчеств, потому что кто-то на пророчество сказал, надо выезжать с Донецкой области, потому что вся Донецкая область пойдет под воду. И они все продали свои пожитки побыстрее, чтобы выехать. И вся церковь, сколько там было, уехала. И сказал, куда им надо ехать, что им надо делать. И то, чем закончилось это приключение, катастрофой. Почему? Потому что если пророчество, оно вызывает у тебя страх, а не созидание, послушай, возьми, выкинь то пророчество. Панику в тебя подскажешь. Если оно в тебя вызывает панику, выкинь это пророчество. Почему? Потому что Божье пророчество, оно всегда имеет выход. Оно всегда имеет выход. Оно имеет утешение. Оно всегда имеет выход. Оно не ставите, а что теперь? У нас наш Бог, Он не такой, что сказал, а теперь, а что ж теперь делать? И вот так некоторые порой, так вот, вот так будет, так вот. А потом, а что ж теперь делать? А что ж теперь делать? А я вам сказал, а вы теперь думайте, что вам делать. А я посмотрю, что он... Послушайте, откиньте. Ищите утешение в слове Бога. Ищите ободрение. Послушайте, сегодня слухов уже вполне достаточно. Сегодня страхов вполне достаточно. Научитесь побеждать этот страх. Почему? Потому что Бог Едеона... Мы сегодня эту историю смотрели. Бог его вел для того, чтобы он побеждал этот страх. Побеждал этот страх и шел дальше. В том, чтобы исполнить волю Бога. Чтоб не так. Так забоялся, что... Как я теперь буду на служение ходить? Все, надо теперь дома сидеть. Или еще что-то. Послушайте. Ищите утешение в Боге. Пусть он будет для вас краеугольным камнем. Пусть он будет для вас тот, кому вы отдали свое будущее. Послушайте, я уже в Боге. Я уже в ковчеге. Да, если тут все, 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 со мной ничего не случится. Со мной ничего не приключится. Я в Боге. Бог меня ведет. Бог меня ведет. И Бог меня поддерживает. Пусть взрывается. Пусть... Послушайте. Бог ведет, и Бог хранит, и Бог поддерживает. Поэтому ориентируйтесь, наищите. Если вы чувствуете, что вас одолевает страх, послушайте. Я вот сегодня специально взял и разбирал с вами это слово. То, как я, как Бог меня учит и как Бог меня наставляет. Когда ты садишься, и ты смотришь, и ты видишь, как Бог ведет человека. Но ищите в этом утешение. Пусть Бог будет для вас утешением стержнем, и вам будет давать силу. Чтобы ходили с улыбкой, с расправленными крыльями, а не в страхе. А что теперь будет? Как в той песне. Будем там что-то там... Т-те-те-те. Она не христианская. Кружева, одевать, носить, что-то там такое. Кто-то может вас скажет. А что будет там? Будем там... А? Вы полагаете, это будет? Да, мы полагаем, это будет. Да, мы полагаем, что надо это шить. Поэтому, если боитесь, пойдите на последнюю грошу купить себе пиджак. И придите в праздничном настроении на служение. Все. Господи, вот я пришел. Так, испугаться, спрятаться, сесть, и уже все. Будущего у нас нету. У кого-то нету. А у нас оно есть. Послушайте. Пройдем через все. Едон прошел. Послушайте. И мы пройдем. Аминь. Пусть он и нашел нас. Вточили там выбивающие, прятающие. Он нас нашел. А когда он нашел, сказал, муж сильный. Алло, я. Муж храбрый. Муж сильный. Неси жертву. Найди свой камень, на котором ты должен принести эту жертву. Бери второго тельца. Ты слишком его любишь. Ты слишком возлагаешь на него надежду. Поэтому ты боишься за свое будущее. Потому что у тебя очень хорошее будущее. Веди его сюда. Веди его сюда. В жертву. Богу. Посвяти его Богу. Все. Моя жизнь. Все, что у меня есть, оно принадлежит Богу. Все. Мое будущее, оно в Боге. Во имя Иисуса. Отец, я молюсь. Я благословляю твою церковь. Благословляю народ, который сегодня собрался здесь. Я молюсь, прошу, благослови Господь. Укрепи, Господь, каждого в это время. Святый, найти в тебе опору. Найти в тебе этот источник. Чтобы для каждого ты стал этим камнем, на который он не возлагает свою надежду, Господь. Дай каждому способность принести свое будущее тебе в жертву. Для того, чтобы жить в свободе. Ходить в свободе. Невзирая ни на что. Невзирая на те слухи. Невзирая на те слова, которые... Мы слышим, Господь. Дай, Господь, дерзновение и силу каждому сделать тот шаг, который ему необходимо сделать. Во имя Иисуса. Аминь. Отец, благослови этот хлеб, благослови эти чаши. Дай нам, Господь, принять это. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу.